Пожалуйста, назови свое имя и профессию. Я Араси Аду. Я дипломат в Индийском посольстве. Со всем уважением ко всем господам и дамам, которые находятся здесь, я всего лишь скажу свою точку зрения. Я хочу, чтобы доктор Закер Найк донес ее, потому что у него есть возможность донести ее до всех его зрителей. Доктор Закер начал, сказав, что для диалога между несколькими нациями или цивилизациями, или религиями, все мы должны прийти к общему согласию. И тем самым Спикер настоял, что все, Иисус, Рам и пророк Мухаммед, все они равны. И кроме этого, он также подтвердил это, ссылаясь на некоторые священные книги индуизма и христианства, чтобы оправдать существование или положение пророка Мухаммеда. Все это хорошо. Мы слушали это на протяжении двух или трех последних лет на нескольких конференциях, которые были проведены в разных точках мира. Начальный пункт – это не слова, что являются ли они все богами, и являются ли они все равными, или некоторые из них выше других. Лично я чувствую, что никто из находящихся здесь в аудитории людей не видел наших уважаемых богов. Мусульмане не видели пророка, и я, как индус, тоже не видел Рама, и христиане также не видели Иисуса. Самая важная вещь, которую я прошу от Спикера, чтобы он держал в расчете в его последующих лекциях, это люди и доброта между нами. Когда Спикер сказал, что индусы говорят, что все является богом, это значит, что существуют элементы доброты между нами всеми. И когда мы используем его, это делает нас ближе к богу. Я бы хотел поблагодарить нашего брата из индийского посольства. Я благодарю его за его комментарий. Он упомянул, что в большинстве межконфессиональных диалогах я пытаюсь найти точки сходства. И я пытаюсь доказать, что пророк Мохаммед и пророк Айса являются посланниками, и он согласен с этим. Рама, возможно, был пророком, а возможно и нет. Если хочешь узнать детально, ты можешь вернуться к моей лекции «Сходство между исламом и индуизмом». Если он был пророком, то он был послан для тех людей и только для того времени. Это то, что я говорю. Он сказал, что в наших религиозных дискуссиях мы обсуждаем Бога. И никто из здесь сидящих не видел Раму. И мусульмане не видели пророка Мохаммеда, мир ему. И христиане не видели пророка Иисуса, мир ему. Но мы должны говорить о вещах, которые важны. О человеческих ценностях и человеческой доброте. И затем он сказал, что когда индусы говорят, что все является богом, значит, хорошее существует во всем. Это то, что говоришь ты. Этого не говорит твоя священная книга. И переходя к твоему вопросу, я согласен с тобой. Сначала мы должны говорить о хороших качествах человека. Ни один мусульманин не может быть хорошим мусульманином, если он не будет хорошим человеком. И первое условие, чтобы стать хорошим человеком, он должен благодарить своего создателя, всемогущего Бога. Если ты не можешь благодарить и поклоняться твоему создателю, всемогущему Богу, какая польза от того, что ты помогаешь своему соседу? От этого нет никакой пользы. Конечно, ты должен помогать своим соседям. И ты должен помогать беднякам. Я не против этого. Но если ты не уважаешь твоего создателя, всемогущего Бога, и ты не можешь благодарить его, и не можешь поклоняться ему, все твои деяния им нет никакого веса. По этой причине в Коране упомянутое в Суре Ан-Ниса, глава 4, аят 48 и аят 116. Воистину, Аллах не прощает, когда к нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Кто же приобщается товарищей к Аллаху, тот измышляет великий грех. Самый великий грех в исламе – это ширк, предание со товарищей Богу. И то же самое упоминается в Библии и в Веде. То, что я ранее цитировал, что вы не должны делать никаких изображений Бога. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Поэтому, когда ты говоришь о качествах людей, лучшее качество – это качество благодарности нашему великому всемогущему Богу. Он не нуждается в тебе и во мне. Возможно, ты спросишь меня, почему я должен благодарить Его? Люди спрашивают меня, почему вы говорите Аллаху Акбар, и почему вы молитесь Богу? Я говорю, смотри, в исламе молимся ли мы Аллаху или нет, для Аллаха не имеет значения. Когда я говорю, Аллах велик, Он уже величайший. Если я скажу Аллаху Акбар, Он не станет более великим. Но почему мы говорим это? Вы знаете, почему мы говорим это? Потому что, когда я восхваляю кого-либо, когда я называю кого-то великим, это человеческая ментальность. Тем самым я буду следовать его заповедям. Например, у твоей матери сердечный приступ. И, предположим, есть обычный человек, он приходит к тебе и говорит, делай то-то и то-то. Будешь ли ты следовать ему? С другой же стороны, ты знаешь человека, который является самым известным кардиологом в мире, и он дает тебе совет. Ты будешь следовать ему или обычному человеку? Естественно, ты будешь следовать совету самого лучшего кардиолога в мире. В тот момент, когда ты узнаешь, что он самый знаменитый кардиолог, ты будешь следовать только его совету, если у твоей матери случится сердечный приступ. Поэтому причина, по которой мы восхваляем Аллаха, не в том, что он станет больше. Но мы восхваляем его для себя. И тем самым, когда он повелевает нам следовать его заповедям в Коране, мы следуем. Поэтому сначала мы должны определить, кто истинный всемогущий Бог. И затем мы должны следовать тому, что он говорит. По этой причине, мусульманин означает человек, который подчинил свою волю всемогущему Богу. Мусульманин не определяется по имени. Закир Абдулла, Мухаммад Султан. Но мусульманин означает человек, который подчинил свою волю всемогущему Богу. И теперь ты говорил, нужно говорить о хорошем. Что хорошо, это субъективно. То, что ты считаешь хорошим, возможно, я не считаю таковым. Кто может объективно сказать, что хорошо и что плохо? У нас ведь диалог. Лучший, кто может определить, что хорошо и что плохо для людей, является Создатель людей, всемогущий Бог. Поэтому если ты не знаешь, что является истинным Богом, и какие у него качества, и что ты должен поклоняться ему одному, достойным поклонением, тогда все твои человеческие качества бесполезны. Критерий номер один – это благодарность нашему Создателю. Это является лучшим человеческим качеством. И что хорошо, а что плохо для нас – это субъективно. Даже доктора расходятся во мнениях. А единственный не ошибающийся доктор – это Создатель людей, всемогущий Бог. Он говорит тебе, что алкоголь запрещен в Веде и в Библии и в Коране. Так что не употребляй его. Он говорит, что свинина запрещена в интуистских писаниях в Библии и в Коране. Поэтому не ешь её. И азартные игры запрещены. Безобъективной морали Бога как ты узнаешь, что хорошо и что плохо. Ведь без Бога всё субъективно. Поэтому задают такой вопрос. Попадут ли хорошие люди в ад? Такой вопрос. Поэтому я спрашиваю тебя. По какому критерию ты оцениваешь, что хорошо? Относительно того, что люди считают хорошим? Веселиться, любить друг друга, не создавать проблем, смешение мужчин и женщин. В порнографии нет проблем. Всё это хорошо? Так что, если это то, что ты называешь хорошо, нет проблем, смешение между полами и гомосексуализм, всё это хорошо. Так что подобные хорошие люди обязательно отправятся в ад. Поэтому сначала ты должен определить, что хорошо. Так что вопрос, отправятся ли хорошие люди в ад? Да, подобные люди отправятся в ад. В религии же ни один хороший человек не попадёт в ад. Кто является хорошим человеком? Номер один – это человек, который осознаёт своего Создателя, который поклоняется ему и следует его заповедям. Вот почему в межконфессиональной дискуссии самый важный момент – это определить, кто является истинным Богом. И поклоняться ему и никому другому. Затем идут посланники, а затем другие вещи. Надеюсь, я ответил на вопрос. Ассаляму алейкум, братья и шустры. Это автор канала «Призыв Дава». Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Ассаляму алейкум. Продолжение следует...